Вон и сними, дорогие уважаемые, через витрые друзья Вон и сними! Скажи нормально! Спасибо! Доброе оранжевое утро, уважаемые друзья! Оно уже совсем-таки предновогоднее И у нас в гостях Дед Мороз, главный ёлки из Сибири Психолог, психоаналитик Герман Николаевич Пилипенко Здравствуйте! 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 Ну и, вот вы знаете, я вот в этом понимаю прекрасно, что предстоит Прошу, да, вас, прошу Предстоит нашим отцам, буквально в этом году, пройти через что? Нет, подожди, вопрос, самый главный, где борода? А, да, кстати Что вы без бороды? В смысле, ну я там что-то... Ну, бороду я одеваю разную Нет, дамы и господа, дети ждут подарки Подарки? Дети ждут Деда Мороза И все говорят, вот тебе Дед Мороз под ёлочку принесёт подарки Дети смотрят, где он... Где прячется И, конечно, к детям приходят не женщины переодетые в Деда Мороза, а мужчины Потому что у каждого мужчины три периода, когда он верит в Деда Мороза, а не верит, и когда становится Дед Морозом К этому можно подойти вот так, чуть-чуть формально, вот так сделать вот такое А это, кстати, не Дед Мороз! Ну смотри, ну что, видишь, у меня уже борода Это, это Санта-Клаус, ну, я отличаю их Так вы братья? Ну, современный, вот, и я чуть-чуть постарше К этому можно подойти вот так формально, но можно подойти... Весьма комично, да Очень шикарно, так чтобы, знаете, вот, когда я одеваюсь с Дедом Морозом, вот я вот такой вот Ага, вот он, ничего себе Вот, это, это уже такой подготовленный образ такой Ну, знаете, этот образ, я к нему шел где-то 21 год Сколько? 21 год Так подождите, давайте тогда сразу разберемся Герман, скажите, 21 год вы уже занимаетесь тем, что вы Дед Мороз? Нет, не занимаетесь, 21 год Дед Мороз Дед Морозите Это у меня новогодний, новогодний отпуск Мне говорят, Герман Николаевич, вы серьезный человек, вы что это, Дед Морозом одеваетесь? Ага Я говорю, я поддерживаю карнавальную культуру Да, 21 год уже 21 год, ну это уже что А как вообще пришло осознание, что вот вы, это он, это он Ну, знаете, первоначально просто хотелось прийти к друзьям в каком-то карнавальном костюме Ага А так как я очень плотно общался с оперным театром, как говорится, от кого, с кем поведешься, от того и наберешься А вот он как, да И главный постежор этого оперного театра, я им сказал А слабо сделать бороды Деда Мороза Они говорят, о, сделаем, что вы Они мне же сшили костюм, посох сделали в оперном театре И с тех пор я, а, и я как это применил, я пошел от детского какого-то дома отдыха В общем, мы приглашали на сибирскую ярмарку на парад Деда Мороза Ага Первые два года, первые два года, это 99-й и 2000-й год Я приходил, ходил по улицам города, раздавал конфетки и приглашения на парад Деда Мороза А потом мы уже на вольные хлеба, так сказать, да Ну понятно, да Вот, и это было вот уже каждый год Каждый год Все уже как традиция, да? Да Хорошо Ну вот здесь я, конечно, могу уже, конечно, рассказать много историй Вот, когда мы пришли к одному ребенку Ага И вручили подарки под елочкой, он о коленке стишок рассказал Потом дедушка с бабушкой, ну что, Дед Мороз, подойдем к столу И тут я слышу, как ребенок что-то кричит, я поворачиваюсь, а ребенок, я теперь замерзну Мы такие, что с тобой? Говорит, я за посох задел, я теперь замерзну Посох на морозильный, да У меня тут волшебная палочка, сейчас я тебя задену, ты согреешься Он такой, а, согрелся Согрелся Верят, верят дети, да, в чудеса, конечно Ну потом уже, конечно, и выступления на корпоративах, на дом очень много ездили по всему городу Я был в Академгородок, вот, вот начал я в Академгородке с ДК Юности ДК Юности Там вот мои друзья, вот у них свадьба была, и я вот туда оделся Дедом Морозом Узнали? Узнали, да, наверное, нет? Ну да, я там подарки им принес Ну нет, я про то, что они вас сразу узнали с порога? Ну да, я их предупредил, чтобы они не напугались Чтобы у них шока не было Да Старисты не приняли, да? Да, да, интересно Ну хорошо А вы же, у вас такая деятельность серьезная, да? Да Восстановная Вам это как-то помогает? Ну вот я работаю психотерапевтом, развивающим психологом, психоаналитиком Я говорю, каждый психотерапевт должен быть немножко актером Потому что у нас искусство подачи информации Конечно О, зажечь человека Ну, как я говорю, сыграйте так, чтобы у вас получилось Получилось, продолжайте, но уже не играйте Потому что это не игра, это новая динамика Это такое настроение Ух ты, интересно Да Понятно Не, ну все равно, смотрите, например, да, люди бывают разные Тем более мы сейчас услышали, да, то есть подготовка идет серьезная, много всего Есть там корпоративы, есть там какие-то вот детские, да, там мероприятия Они же, естественно, они кардинально разные Но это сейчас, да, а сейчас нет, я хотела бы про другое спросить А вы помните свою первую встречу с Дедом Морозом? Где она была, на корпоративе или в детском саду? О, это было в детском саду, конечно Это детский сад, кораблик в Ленинском районе И у нас, конечно, есть фотография, где мы сидим с зайчиками С зайчиками Вот, все зайчиками были Я был там клоуном, мне это Олег Попова фуражка Вас за что-то наказали, все зайчики, а вы клоуны Ну, там была фуражка Олега Попова Ага, вон Ну, там несколько фотографий, вот, да, детских Вот, и все были в детском саду под елкой С зайчиками, снежинками Да Кто-то из девочек мечтал быть снегурочкой Вот так Ну... Мне везло, я был буратино Я для снегурочки, не блондинка И у меня нету косы большой Дело такое серьезное А сейчас уже приглашают в детские сады Деда Морозом И я работаю и на улице от Деда Мороза Короче, это такой карнавальный месяц у меня Ну, да, действительно Есть карнавальная вот такая культура И я ее поддерживаю Вот у нас в Новосибирске точно Ну, мы вам признательны, признательны Это все идет только ли для какого-то пополнения, да, там, финансовой стороны, да, своей Или все-таки есть какая-то духовная составляющая Не знаю, праздник людям принести Для чего это? Ну, поиграть образом, это очень хорошо Это же... Мы же сами себя веселим Конечно Потому что все, что ты делаешь для других Это ты делаешь точно для себя Потому что это же общение Какая-то своеобразная ролевая игра, да? Да, да, да Зеркало как отражение, да Ну, и мы так, когда вот уже много лет Со Снегурочкой у меня Снегурочка меняются Сейчас я уже актрис беру Подождите, а сколько у вас Снегурочек? Ах, вы Снегурочек меняете, как перчатки А можно всех вот смотреть? Не, ну, расскажите, сколько Снегурочек? В Ютубе есть целая такая эпопея, да Потому что мы... У меня есть друг, он оператор, да И мы каждый год снимаем раз в год Под Новый год Каждый год снимаем новогодний ролик О, молодцы, здорово Да, веселим себя и других тоже Снегурочки, да, вот У них какой-то кастинг проходит на роль Снегурочки? Или там у вас отдельные с ними взаимосвязи? А иногда звонят Я хочу быть Снегурочкой Я говорю, у меня есть костюм, я вас одену Могу даже вас пригласить на вызов к ребенку Хотите? Да, хотим, хотим И много девочек, которых я с собой брал на вызов Деда Мороза и Снегурочка Это все так ненормально звучит Нормально, 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 все понятно Зато, нет, на самом деле удивительно Вопрос, вот 21 год занимаетесь с этой деятельностью Дети как-то меняются? Они также по-прежнему верят в сказку? Или все-таки выветривается эта вера? Ну, видите, наш возраст, это вот где-то 2,6, вот с 3 лет до 5, до 6, это наш возраст Они в сказку верят, им нужна эта волшебство, у них фантазия, у них магическое мышление такое Магия праздника какая, да Да, волшебство, тем более сейчас столько мультфильмов Конечно Фэнтези, да Им нужны вот Деда Мороза и Снегурочки Вот Кто-то должен спасти этот мир, я так полагаю, да? Да, да, да И вот, и они ждут, да, они пишут письма Вот знаете, даже мы даже, вот у меня есть конверты Я всегда хотела спросить Конверт от Деда Мороза, или от Деда Мороза с почетной грамотой Вот Ух ты За добрые дела и хорошее поведение Здорово И видите, здесь, конечно, моя фотография Я очень щепетильно отношусь к фотографиям Их сейчас по всему миру рекламируют Видимо-невидимо Да, рекламируют А есть какая-то форма, кстати, написания письма Деда Мороза? Да, есть, формы есть, да, там, желание И вот, вот, вот это давно, в 2010 году, вот такое Ух ты Каждый раз мы делаем, ну, фотографы Кстати, похож Похож Фотографы работают Работают Великолепно, удивительно Я думаю, что мы сейчас запросто продолжим рассказывать о том, что нужно для того, чтобы подготовиться правильно к новому году Что нужно папам Да Чтобы подготовиться к новому году Об этом чуть позже Чуть позже, да Информационный блог, друзья, не переключайтесь Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем И у нас в гостях Дед Мороз, главный елки Сибири, психолог, психоаналитик Герман Николаевич Пилипенко Еще раз здравствуйте Здравствуйте, доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Большое это Подозрение Чтобы она была красивая, чтобы она была замечательная Критериев Критериев Это для ПАП, что ли? И конечно мы, когда мы приходим Там уже ждут Там уже семьи, там они кооперируются Дети уже готовы И у меня иногда два больших мешка не мешаются подарки Потому что за пять минут родители выносят подарки Ну конечно Я все эти мешки набиваю и захожу такой А кстати, какого размера должен быть мешок, чтобы не попасть в неудачную ситуацию? Ну где-то вот такого размера Я пойду на это, полагаю И конечно, сначала заходит Снегурочка И они зовут Деда Мороза И три раза Традиционно И такой Дед Мороз Да-да-да, иду-иду И захожу И там, конечно, чтобы приглашать Нужно посмотреть на Деда Мороза заранее Кого вы приглашаете Чтобы это были подготовленные люди Ну съездите, посмотрите, договоритесь Чтобы потом детям тоже весело было Не портить сказку Да-да-да И конечно, мы играем Всякие разные квесты Вот такие вот квесты Так, хорошо В прошлом году мы были Деда Мороза и Снегурочкой У нас был такой поиск клада Это вот страна Мерзляндии Вот, племя эскимосов Это мы отрабатывали вот прям на большой сцене Где тысячи двести человек А когда на дом приходим У нас, конечно, с собой музыка Конечно Там в лесу родилась елочка Ложкой снег мешая Тоже очень популярная Песня Умки Да И здесь мы загадочки загадываем И, ну, в общем, играем с детьми Конечно, хорошо бы узнать Чем ребенок за этот год отличился В общем, мы созваниваемся с родителями Чтобы это было красиво Чтобы это было неожиданно И, знаете, тут меня пригласили На одну дачу я приезжаю И мне сказали Ребенок еще спит Вы встанете возле елки Мы его разбудим В семь часов утра И вы будете стоять с подарком Возле елки Я такой стою Его разбудили Он так проходит в умывальник Такой Раз, смотрит Возле елки стоит настоящий Дед Мороз Чудо морозное Я такой разворачиваюсь Думаю Главное, чтобы не испугался Ну, конечно Я такой Ого, здравствуй Ты меня узнал? Он говорит Да Он такой Я говорю Ты письмо писал? Машину заказывал? Он такой А, да Письмо не писал? Машину заказал? Он такой А, значит, да По делу Я такой Такая большая коробка С машиной такой Вот Я такой Раз Такой И по плану у нас было Он говорит Вот Сбегай Покажи маме Он такой Побежал А я должен в этот момент Исчезнуть Раствориться, да Исчезнуть А лужу за собой не оставляли А кто тебе принес? Дед Мороз А где он? Его нету Он Да, был Дед Мороз Доказывает Ну да, конечно Забавно Да, забавно А с некоторыми Вот в Первомайском сквере За елкой я стою Мы с родителями договариваемся Я уже за елкой В назначенное время Они идут Гуляют И тут такой Да, вот где-то здесь Должен быть Дед Мороз Да, ну, там, ребенок Вот Говорит Я такой За елочкой О, Никиточка Здравствуй Машенька, привет А я вас здесь жду уже Долго Вот Под елочкой В Первомайский сквер Все равно детки гуляют А другие как на это Не сбегаются? Сбегаются Но мы хоровод сразу организовываем И что вы делаете? Прости, что вы двоим Подарки принесли Которые им родители принесли Конфеты Конфеты Метелица Всегда есть запасной вариант Дед Мороз, а подарок? А некоторые постарше говорят Дед Мороз, а подарок? А я говорю Вам материальный или нематериальный? А что, есть нематериальный? Я говорю Да Топните правой ножкой Чтоб каждый ваш шаг Приводил к заветной мечте Топайте сколько угодно Это выработалось годами Нужно выкрутиться Нужно выкрутиться И все-таки ответить человеку А есть какие-то вот реально Ситуации какие-нибудь Эти коллапсы Пришли там Ребенка поздравлять А его нет Не знаю Или никто не ждет Свет погашен Или по дороге Вот что-то такое Вот экстраординарное случилось По дороге так Я снегурочкой все время говорю Будь осторожна Если нам идут на встречу люди И они тебе улыбаются И мы им улыбаемся Если они нам Закончаем взаимностью Да Если они машут рукой И мы машем рукой Чтоб не получилось Что мы им улыбаемся И машем рукой А они от нас шарахаются Ну это надо Потому что не все одинаковые А если они снежком в голову Кстати снежками в голову не кидаются? Нет За 21 год Один раз мне за бороду дернули Вот А так Я всегда Я очень статусный Говорю Ко мне просто так Не подойдешь Здравствуйте Да Конечно Не ну значит Кстати это говорит о том Что все-таки дети Ну то есть Даже если они не верят В сказку Что у них нет Вот какого-то такого Знаешь Вредности Когда я одеваюсь Со мной взрослые Начинают разговаривать Ой с дедушкой Я вас давно не видел Вот Вот Полный богатый антураж Я надеюсь Я покажу вам Весь свой антураж Хорошо Интересно Интересно Ну хотя бы частично Во всяком случае Мы бы сразу посмотрели И Нет Ну правда Я имею ввиду По дороге Например Вот вы Вас там пригласили туда Вы едете Вы едете И например По дороге Вот Из пункта А в пункт Б Грубо говоря Вот там Что-то Вы не можете пройти Там например Торговый центр Потому что там Находится Какая-нибудь Не знаю Там комната Детская Нет Я езжу в метро В автобусе Хожу А жетон Дед Мороз покупает? Нет У меня все-таки Карточка Привет Дед Мороз Карточка Я хожу по улицам Улица Ленина Вот на Красном проспекте У меня как-то была статья Там Дед Мороз На Красном Лет 10 назад Такая статья была И вот Мы ходим И разговариваем Знаешь Есть артисты Которые выступают Ну Где-то Приглашенные А мы Мы же Фрилансеры Мы же Принято так называть Да Вот И нам это Очень интересно Мы просто гуляем Ходим на елку Вот прикалываемся Так вот Ну это потом На логовой надо будет Рассказывать Что мы просто гуляем Нет Очень много В лес ездим Фильмы снимаем Ну в общем Вот На ледяной городок На пристани В этом году Наверное Будет там очень хорошо На набережной должно быть Да На набережной Там же осветили Все Конечно И обязательно Мы там Какой-нибудь фильм снимем Кстати Если кто-то хочет Снять фильм Мы приедем Поучаствуем Хорошо Хорошо Интересно А вот смотрите сейчас Да Разная ситуация Я не знаю И материальная Разная Да Ситуация В разных семьях Есть проблемы В детских садах Не везде пускают Дедов Морозов И вот Молодым Неопытным На самом деле Приходится Не снимая тапок Дома Поздравлять своих детей Есть ли какие-то советы Как стать Дед Морозом И чтобы ребенок В это поверил Ну Можно даже И Сделать намек Что Дед Мороз Приходил И придет Знай Чтобы он ждал Вот Хорошо Ну конечно Можно купить костюм С бородой Ну там конечно Борода там будет Разная Да Надо создать интригу Надо вот Форточку открывать Некоторые форточки Чтобы холодок почувствовался Да Вот Надо музыку Чтобы вообще Музыкальное оформление было Так сказать Атмосфера Не забыть все-таки Снять тапки домашние Да Я так полагаю Да А знаете Первые годы Я ходил К своим друзьям Ну одноклассникам Да И к Сереже Воронкову Приходил Да И у него Дочка собирала Весь класс Да И И они такие Раз Рассматривают меня Там Так Где у него Что он настоящий Или нет А под шубу кстати Не заглядывали Один раз заглянули И с тех пор у меня Внизу Это специальная рубаха Красная Вот Чтобы они не увидели Что там где-то Какой-то Кусочек Человеческой части Да Реальный Руки тогда Получается Как тоже Прячутся Перчатка Все И в общем Я так оделся Что меня вообще Даже взрослые Принимают За настоящего Ну а как настоящего Деда Мороза Не принять Настоящего Деда Мороза Ну естественно Как же иначе Мы ходим по улицам Это для нас Прям Несколько дней Это встреча Потому что Ну Жизнь Это общение Ну да Действительно Герман Николаевич Чем больше Чем больше Подожди ты Женя Ну хорошо Ну хорошо В преддверии праздника Герман Николаевич Можно разговаривать О морозе Сколько угодно И все-таки Мы предлагаем Вам поздравить С предстоящим Новым Годом Наших Телезрителей Да Телезрителей Прошу О ну как Телезрители Ну вот я поздравляю Их вот такой вот Открыткой Я вот в этом году Сделал такую открытку Это Новогодний Новосибирск Вот И я конечно буду дарить Это и на улице Буду дарить За стишки И Ну что Я хочу поздравить Что Чтобы этот год был У всех Самый лучший Потому что Каждый год Это новые возможности Новая радость Это Счастье Жить Вместе И радоваться Это самое главное Действительно Жить вместе И радоваться Всем счастья У нас В студии был сегодня Дед Мороз Главный Ёлки Сибири Герман Николаевич Пилипенко Спасибо